Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. День добрый. До конца года безбумажный формат работы в больницах и поликлиниках будет введен во всех областных центрах Казахстана. Планами поделился министр здравоохранения Елжан Бертанов. По его словам, сегодня в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях клиники уже работают в цифровом формате. Происходит отказ от 120 бумажных форм, в том числе записи в истории болезни в больницах и амбулаторных картах. В поликлиниках всю информацию врачи вносят в общую компьютерную базу данных. Каждый квартал к проекту планируется подключать по четыре области. В сельской местности полный переход на безбумажный формат произойдет к 2021 году. Цифровизация медицинской сферы позволяет подготовить учреждения здравоохранения к внедрению системы обязательного социального медстрахования. Сейчас общая сумма взносов в фонд ОСМС по данным Минздрава составляет 50 миллиардов тенге. Как отметил Елжан Бертанов, эти деньги уже работают. Фонд медицинского страхования уже выступил в качестве единого сокопщика, плательщика медицинских услуг. Уже в прошлом году фонд провел работу и на этот год все медицинские услуги, которые входят в гарантированный объем, бесплатной медицинской помощи, они оплачиваются через фонд. Это порядка полутора тысяч поставщиков. Договоры с ними заключены. Идет отработка сейчас механизмов финансирования, контроля качества медуслуг и так далее. 375 тысяч тонн дистоплива понадобится в этом году аграриям для проведения весеннеполевых работ. Об этом на заседании правительства сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Арман Евнеев. По его словам, литр топлива будет стоить 130 тенге, а с учетом доставки с нефтеперерабатывающего завода в регионы 146 тенге за литр. Это на 13% дешевле рыночной стоимости. Уже отгружено 50% всего необходимого объема. Вместе с тем в министерстве совместно с информационно-учетным центром и областными акиматами наладили схему электронного распределения и закупок вод на льготное дистопливо сельхозтоваропроизводителем через веб-портал minagro.kz. Ожидается, что это обеспечит прозрачность механизма формирования и реализации топлива, выделенного для проведения весенней полевой кампании. Распределение для сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться в зависимости от величины пассивных площадей, подтвержденных спутниковыми данными дистанционного зондирования земли. Покупка и продажа дизельного топлива между операторами и аграриями будет также проходить через портал в режиме онлайн с подписанием электронного договора. Ну а накануне первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев выяснял, что же мешает развитию сельхозкооператива. В прошлом году в стране было зарегистрировано свыше тысячи таких объединений, но работает из них половина. Остальные простаивают, либо признаны неперспективными. При этом у многих фермеров есть кредиты, которые они брали, чтобы купить дорогостоящее оборудование. Репортаж моего коллеги Марка Брюшко. В Акмолинской области 46 сельхозкооперативов. Больше половины убыточные. Фермеры закупали модульные молоко и мясоприемные пункты и прочую технику в кредит. В итоге оборудование либо простаивает, либо не использовалось вовсе. Причин несколько, но основная – недостаточно сырья. Первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев, приехавший в регион, пытался понять, как помочь фермерам. К примеру, владелица молокоприемного пункта в Аршалынском районе оборудование на зимний период отключила. Говорит, не сезон. Сейчас вот это зимний период пока. А до этого он работал? До этого, да, работал. Нет, почему? Мы его использовали. Просто мы его приобрели почти что осенью, понимаете? Поэтому мы его вот так вот, прям, как вы сказали, до сегодняшнего дня мы не успели его использовать. Я для себя в будущем приобретаю скот молочного направления. Ну, минимум голов 20. Поэтому я не могу сразу 20 голов подоить и сразу тут же ведрами отправить на завод. Вот и в кооперативе села Жибек-Жулы жалуются на нехватку молока. Пока в объединении 34 участника из 200 возможных. Люди опасаются заключать договор с объединениями, не понимая всех выгод и перспектив. Те же, кто сдаёт сырьё в частном порядке, субсидий, а это 10 тенге за литр, не получают. Сырьевая база в Казахстане, она немножко страдает. Для нас, переработчиков, когда, если мы хотим выстерцнуть импорт и полностью обеспечить наше население только натуральным нашим продуктом, то нам нехватка идёт молока. Это, во-первых, кадровая политика тоже. И специалистов сейчас очень мало, люди не хотят идти работать почему-то в сельское хозяйство. Отёл начался ещё в январе. Молока для переработки должно быть достаточно, но ни на одном из молокоприёмных пунктов, где побывала делегация, его не увидели. Многие кооперативы терпят убытки, потому что объединились не профессиональные фермеры, а личные подсобные хозяйства, в которых объёмы сырья с промышленными никак не сравнить. Некоторые, например, в день сдают не больше двух литров молока. В сёлах по 200-300 дворов, и все жители предпринимателями быть не могут. Некоторым достаточно продать избытки. Только для этого кооперативы создавать нет смысла, считает Арман Евниев. Вместо того, чтобы, как в этой известной поговорке, давать предпринимателям удочку, мы носились тем, чтобы разъясняли, как раздать всем рыбу. Мы раздавали, по сути, вот эти 10 тенге, вот эти субсидии, это раздать всем рыбу. И всё время этого будет мало. В данном случае задача более правильная – это найти в каждом вауле, в каждом селе вот этих будущих рыбаков, которым помочь действительно дать вот эту удочку, вот это оборудование, вот эти технологии. Каждый тот, кто взялся, он говорит, теперь мой следующий шаг – это создать свою собственную ферму. Первый вице-министр считает, что поддерживать нужно тех людей, кто хочет развивать животноводство и наращивать производство на селе. Сейчас в планах министерства проверить сельхозобъединение и в других регионах страны, чтобы сделать работу над ошибками. В прошлом году в Казахстане появились свыше 1100 сельхозкооперативов, но, как показывает практика, работает из них всего 528. Остальные либо простаивают, либо признаны неперспективными. Марк Брюшко, Ербол Даиров, Хабар-24, Акмолинская область. В Актюбинской области из-за сильного гололеда закрыто движение на автодорогах. На всех выездах из Актюбе дежурят патрули и дорожные полиции. Впрочем, и в самом областном центре передвигаться по улицам небезопасно. Чтобы избежать аварийных ситуаций и травм, полицейские и спасатели просят жителей быть предельно осторожными. С утра дорожные службы посыпают проезжую часть и тротуары песчаной и соляной смесями. Все дорожные службы находятся на участках. Вся техника готова, занимаются подсыпкой. Открытие дорог ожидаем только в связи с улучшением погодных условий. Также хочется сказать, что соседние области, Уральская, Кустанайская, также закрыли въезд в сторону Актюбинской области. Глобальная сделка по сокращению добычи нефти может восстановить стабильность на мировых нефтяных рынках в течение года. Такое заявление сделал генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо во время визита в Баку. По его словам, сейчас ОПЕК сосредоточены на достижении своих целей. Напомню, в ноябре прошлого года входящие и не входящие в картель страны-экспортеры черного золота согласились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца года. При этом условия сделки могут быть скорректированы на основе ситуации на рынке. Следующее совещание крупнейших нефтепроизводителей намечено на июнь. На данный момент мы наблюдаем, как стабильность постепенно восстанавливается на мировых рынках нефти. Также возвращаются и инвестиции. Таким образом, я надеюсь, что полное восстановление стабильности произойдет в течение года. Президент США Дональд Трамп предложил радикально ужесточить наказание для наркоторговцев, как заявил американский лидер во время выступления в штате Нью-Гемпшир, где проблема в наркомании стоит достаточно остро. Наказание необходимо усилить вплоть до смертной казни. Наказание должно быть максимально жестким. Может быть, наше общество не готово к этому. Но я считаю, что у нашей страны будет будущее только в том случае, если законом будут предусмотрены жесткие меры по отношению к наркоторговцам. Некоторые из них разрушили тысячи жизней. А когда их ловят, они получают 30 дней тюрьмы или год тюрьмы, или штраф. Отечественный центр электронной коммерции в прошлом году выиграл конкурс на реализацию проекта Всемирного банка. По условиям, победитель должен оказать консультативные услуги в разработке информационной системы по госзакупу, адаптированную для нужд Таджикистана. Меморандум о сотрудничестве в этой области был подписан в ходе визита президента этой страны в нашу республику. Теперь и другой наш сосед, Кыргызстан, намерен перевести работу госструктуры и бизнес-среды в электронный формат. Проект решает не только внутригосударственные проблемы, но и позволит Бишкеку стать полноценным участником будущего цифрового пространства ЕАЭС. Доступно, оперативно, прозрачно. Когда в правительстве Кыргызстана говорят о проекте «Тазак ООМ», то в его пользу приводят именно эти аргументы. Переход работы государственных структур в цифровой формат позволит избавиться от бюрократии и забыть о многочисленных справках, отчетах и другой бумажной волоките. По задумке Кабинета министров уже к 2023 году все ведомства должны перейти на электронную форму ведения работы. Причем сведения об их деятельности будут в общем доступе, что позволит избавиться от коррупции. То есть мы, по сути дела, переходим на новый формат взаимоотношения граждан, населения и государственных структур. Мне кажется, что вот это очень важный момент, потому что, как известно, многие жаловались на то, что наши чиновники, наши соответствующие государственные структуры, у них достаточно долго рассматриваются документы, а потом, как известно, напрямую работа населения с государственными органами – это тоже был элемент коррупции. Впрочем, пока это всего лишь задумки, потому как для реализации проекта необходимо выполнение многих требований. Первое из них – это финансирование. Для того, чтобы Тазаковым был запущен в действие и стал эффективным, нужен один миллиард долларов. В кыргызском бюджете таких денег нет, и поэтому правительство пытается привлечь к реализации идеи зарубежных инвесторов. Первым откликнулся Всемирный банк, который согласился выделить 50 миллионов долларов. Сейчас в Кабинете министров раздумывают, на что потратить эти средства. Вполне очевидно, что они будут направлены на обеспечение населения интернетом. Тоже взятый пункт, сколько человек обхватили интернетом. В Кыргызстане по итогам 16-го года, по-моему, было из 100 человек 30 человек было. Сейчас по итогам 17-го года 40 человек. В том же нашем соседнем Казахстане это 70 человек составляет. То есть мы доступ к интернету должны увеличивать, потому что в этих направлениях у нас еще очень много работы. Работы действительно предстоит немало, ввиду того, что переход к электронной форме обмена данными – это актуальное требование современности. Цифровая экономика названа в Евразийском экономическом союзе новой моделью ускоренного роста на основе обмена информацией в режиме онлайн. Самый простой пример – отслеживание товара через электронные сети от момента начала его производства до поставки потребителю. По оценкам экспертов, внедрение цифровой экономики позволит повысить в странах ЕС объем внутреннего валового продукта на 20%. Ведь барьеров и преград в сфере торгового взаимодействия станет меньше. А прозрачности и оперативности в сфере взаимодействия межгосударственных структур и бизнес-среды станет гораздо больше. Ведь не случайно во всем мире цифровую экономику называют новой индустриальной революцией. Павлодарская область встречает бойцов-поисковиков. В регионе проходит первый международный форум поисковых отрядов. Он несет историческую значимость для поисковых движений, действующих на территории стран СНГ. Сегодня участники форума почтили память павших воинов в Качирском районе и побывали на родине Абулхаира Баймульдина, первого военного коменданта российского города Невеля. Подробнее расскажет мой коллега Ербол Абишев. Он сейчас на прямой связи со студией. Ербол, здравствуйте. Расскажите о заслугах вашего земляка и почему жители Невеля так трепетно хранят память об этом человеке. Добрый день, Лаура. Скажу сразу, что погиб наш земляк героически в 1944 году на подступах к городу Невель. Это было ожесточенное сражение за высоту у деревни Старосемья. Фашисты тогда бросили в бой множество танков, артиллерии и авиации. Силы были неравны, но благодаря умелому руководству Абулхаира Баймульдина наступление вражеских войск удалось отразить. К сожалению, во время небольшого затища шальной снаряд разорвался в двух метрах от полковника, оборвав его жизнь. Командование дивизии тогда ходатайствовало о присвоении погибшему звания Героя Советского Союза, но по неизвестным причинам представление было отклонено. Хотя жители Невеля чтят и помнят подвиг казахстанца. У нас в Невеле мы связаны с Лебяжьим на века, потому что эта дружба соединена кровью. На нашей земле покоится прах и установлен бюст и открыта площадь Абулхаира Баймульдина, первого гвардии полковника казахского, выдающегося полководца и погибшего на нашей земле. 34 года еще совсем молодым человеком. Сегодняшнее событие на родине Абулхаира Баймульдина в райцентре АКУ действительно несет важную историческую значимость. В честь города Невель, за который погиб Абулхаир Баймульдин, здесь назвали улицу и установили обелиск славы павшим защитникам Невеля. Почтить память погибших воинов сегодня приехали делегации поисковиков из Псковской, Ленинградской, Новосибирской области и Республики Беларусь. Благодарные лебяженцы в лице своих депутатов Маслихата приняли единогласное решение о присвоении звания почетных гражданин лебяженского района режиссеру Исинаманову Канату Урахановичу. Этот человек в увековечивании памяти нашего великого земляка, героя войны, полковника Абулхаира Баймульдина создал художественный фильм «Комендант Невеля», где отразил боевой путь нашего полководца. В ближайший час в районном Доме культуры покажут документальный фильм «Комендант Невеля». Это еще раз подчеркивает патриотическую и историческую значимость мероприятия. Завтра форум поисковых отрядов продолжится уже в областном центре. Лаура. Да, спасибо коллега Ербулабишев со значимой исторической информацией, посвященной памяти Абулхаиру Баймульдину. В Актюбинской области возрождают национальные традиции. Накануне праздника на Урыс по поселку ходят местные жители, стучатся в двери домов, исполняют жарапазан. За праздничные песнопения, в которых, как правило, есть пожелания добра и достатка хозяевам дома, ребята получают лакомство. Именно поэтому такой обряд очень нравится детям. Елена Устимович расскажет подробнее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Старейший житель Хабдыжу Магазы Жейналин, 50 лет, отдал системе образования, большую часть из которых проработал в школе. Детей с песнопениями он встретил с большой радостью. Говорит, очень приятно, что подрастающее поколение не забывает национальные традиции. Наурыс – это праздник весны, когда пробуждается природа. При этом наши дети и внуки возрождают забытые обряды. Я желаю, чтобы этот год был успешным для всех казахстанцев и принес только хорошее и доброе, достаток и счастье в каждый дом. По традиции гостям Аксакал дал свое благословение, а женщины семьи Жейналин угостили детей фруктами и вкусными национальными лакомствами. Веселая компания двинулась дальше по поселку. Старожилы говорят, в праздник нужно исполнить жарапазан по меньшей мере в семи домах. Елена Устимович, Болтмолдогалеев, Октюбинская область, Хабар, 24. Больше трех сотен молодых саженцев высадили в Тарази. На призыв провести акцию «Посади свое дерево» откликнулись студенты. Тую, Карагач, Тополь высадили в двух местах города. Экологическую акцию проводят второй год подряд. Она также пройдет в Южно-Казахстанской и Казалардинской областях. В прошлом году в посадке деревьев участвовали 5 тысяч казахстанцев. По всей республике высадили больше 10 тысяч саженцев. Цель этой акции заключается в том, чтобы каждый казахстан соучаствовал именно в посадке деревьев. Если каждый казахстанец, как наш президент сказал, будет сажать по одному хотя бы дереву, то ежегодно мы можем посадить 17 миллионов дерева. Акции имеют очень большой, глубокий, не только политический, но и социальный смысл для нашего населения. Наурус – это как раз-таки такой праздник, когда начинаются все эти добрые дела. Особенно посадка деревьев, особенно озеленение наших городов и сел. Еще больше новостей на нашем сайте www.3w24.kz. У меня на этом все. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин